На Фанаилу сказано было, от сели узрите ангелов, восходящих и нисходящих над сыном человеческим. То есть от сели народ человеческий и богато, и зальется служение и помощь ангелов. Помни архиерея того, одесную которого стал дьявол, чтобы сопротивляться ему, Захария 3.1. То есть всякому правому помышлению, слову и делу. Да не изумишься, когда случится что подобное. Семьдесят пять. В молитве, зная, что она к ним враждебна и уму споборательна в брани. Давид принял усердие вышедших вместе с ним из Сикелага против иноплеменников, хотя они изнемогшие и остались на потоке в Оссоре. Почему, возвратившись с победы над варварами и услышав, как иные говорили, что не следует давать части из добычи этим сидевшим от изнеможения при потоке, и видя, что они устыдились, не имея что сказать, благостнейший Давид защитил их, говоря, они были посажены при вещах, чтобы беречь их. И отделил на них часть, равную той, которую дал ратникам, мужественно и благодушно воевавшим. 1 Царств 30, 21. Рассуди теперь, что если в брате, каком-либо вначале показавшем горячую ревность к подвигам поста, обдений и прочее, и потом немного ослабевшим в них, предположить сохраненными вещи его, внутреннее доброе расположение, веру, раскаяние, смирение, плач, терпение, упование, великодушие и прочее, то этот, присидящий им и терпеливо в них пребывающий, в чаяния Христе Иисусе Господе, хотя и слаб в подвигах явных, улучит, как подобает, некий вечный дар. 1 Царств 30, 21. А скотами левицкими, числа глава 3, называются те, которые хотя бессильно неуклонно шествовать путем добродетелей, однако что услождаются добродетели, желают ее непрестанно и ревнуют о ней посильно, хотя не всегда успевают в том, по причине худо отнимающего у них силы. Но во время подобающее и они, можно надеяться, получат дарование бесстрастия по одному человеколюбию Божию. Ибо, говорится, желание убогих слышит Господь. Удары, какие наносит нам враг явно и неявно, мы часто замечаем и видим. Мучения же и досаждения, какие он от нас терпит, когда мы или преуспеваем в добродетели, или каемся в прегрешениях, или переносим оскорбления, или благодушиствуем в несчастьях, или пребываем в молитвах, или другие, какие совершаем дела благочестия, от которых он раздирается, мучается, плачет и расседается. Этого всего мы, посмотрение Божие, не видим, чтобы не надмиться. Ибо праведно у Бога, как говорит апостол, воздать скорбью оскорбляющим вас. 80. Если устаревший на земле или на камне пень от водной влаги дает отростки, как новонасажденное, то возможно и нам, когда бываем оживляемы силой Духа Святого, произращать нетление, которое прияли мы по естеству, и давать плод, как дает новонасажденное, хотя мы не спадали с ветхого человека. 80. 80. К душе отчаивающиеся по причине обилия искушений множества грехов, и говорящие, погибла надежда, убиты мы, сказано не отчаивающимся во спасении нашим Богом, а живете и узнаете, что я есть Господь. Иезекииле 37. 38. 42. 42. 42. 43. 43. 44. 44. 45. 45. 46. 47. 47. 47. 48. 48. 48. Ненасытно ест и пьет молитвы и псалмы здесь день и ночь, укрепляет себя славным чтением Писания, ибо такое причащение доставит душе в будущем веке неистощимое радование. Всеми силами крепись не падать, ибо крепкому борцу не подобает падать. Если же случится пасть, скорее вставай и стой опять в добром подвиге. Хотя бы тьмократно случилось с тобой первое по отступлению благодати. Тьмократно, десять тысяч кратно, да будет у тебя и второе, то есть восстание. Так до конца жизни твоей. Ибо написано, что если Седмерице упадет праведный, то Седмерице и встанет. Притча 24.16. Пока держишь оружие святой схемы, то есть решимость служить Богу со слезами и умаливанием Бога, да то ли считаешь, что ты в ряду стоящих, хотя бы и часто падал. Пока пребываешь с иноками, как мужественный воин, получаешь раны спереди, за которые похвален будешь, что и будучи уязвляем, не уступил, не поддался и не отступил. Если же отступишь от иноков, то будешь получать раны уже сзади, как беглец и трус, растерявшийся и оставивший строй. 85. Отчаиваться бедственнее, чем согрешать. Иуда предатель был малодушен и неискусен в брани, почему впал в отчаяние, и враг, набежав, набросил на него петлю. 86. Петр же, этот камень твердый, подвергший страшному падению, как искусный в брани, не упал духом и не отчаялся в крайней скорби своей, но вскочив, излил горчайшие слезы от сердца сокрушенного и смиренного. И супостат наш, видя это, как сильнейшим пламенем палимый в лицо, тот час отскочил и убежал далеко, дютые и спуская вопли. Против следующих трех страстей монах должен до конца непримиримую вести брань против чревоугодия, против тщеславия и против деньголюбия, которые есть идолослужения. Царь некий израильский победил народ троглодитов и других с ними варваров при салмах и пениях и песнях духовных, петых на органах Давида и словами его. 2 Парапаминон 12.3.20.22 Имеешь и ты варваров, троглодитов, бесов, в чувства твои члены протесняющихся, и плоть томящих рожжением и настраивающих тебя страстно смотреть, слушать и обонять, Говорить неподребные речи, очи иметь полное блуда и быть смятенно и внутри и вовне, по-вавилонски. 3 Позаботься же и ты в конец истребить этих злодействующих в тебе троглодитов, верой великой и псалмами, песнями и пениями духовными. 4 Как Господь хочет, чтобы человек через человека спасаем был, так дьявол усиливается, чтобы человек через человека погубляем был. 5 Почему не должно прилепляться к мужу призорливому, злоумному и болтливому, чтобы вместе с ним не попасть в ад? 6 Ибо и с праведным кто, сближаясь, едва улучает спасение, если же кто с лукавнующим станет общиться без опасения, 7 То как заразу и проказу встретит кораблекрушение, и кто будет жалеть с веселым лицом подступающего к дракону? 7 Бегай же, не обученных владеть языком, сеять или раздоров, и метущихся внутри и вовне. 8 Кто хочет, чтобы его прозвали мудрым и разумным, и другом Божиим, тот допечется усердно душу свою представить Господу такую, какую от него приял ее, чистую, неуязвленную и всю непорочную. 9 За это увенчан будет он на небесах и ублажен ангелами. Пункт 90. Страница 100 преподобного Иоанна Карпавского увещательной главы, третий том добротолюбия. Одно доброе слово сделало некогда непотребного того разбойника чистым и святым, и в рай ввело его. И одно недоброе слово заградило Моисею вход в землю обетованную. Не будем же почитать языка более малую болезнью, ибо взлоречивое и суесловное заключает для себя Царствие Небесное. Муж язычный, хотя здесь и может еще какой-либо успех иметь, там же никакого. Но злая уловит его в истление. Псалом 139, 12. Добре, сказал некий мудрый муж, что лучше упасть с высоты на землю, нежели от языка. Надлежит нам потому послушаться святого Якова, который пишет, да будет всякий человек скор на слышание и медленно на слова, чтобы не парить нам и не рассеиваться, прельщаясь суетностью. Хорошо внимать пророку, который говорит, идите, люди мои, войдите в храмину вашу, храмину сердца вашего, сокрытую от всякого чувственного впечатления, в то обиталище безобразное, осеиваемое бесстрастием и осенением святой благодати. Затворите двери свои от всего видимого, укройтесь мало, сколько можно. Ибо и вся жизнь человеческая мала, и после всего прилагает, доколе мимо пройдет гнев Господень. Исайя 26, 20. Как другой некто сказал, доколе пройдет беззаконие. Псалом 56, 2. Ибо и беззаконие, а следовательные бесы, и страсти, и грехи, и суть гнев Божий, как говорит к Богу Исайя, все ты разгневался, и мы согрешили. 64, 5. Избегает же этого гнева человек, непрестанно внимая сердцу в молитве и усердно борясь быть внутрь, во внутренней своей неприступной храмине. Ибо привлеки, говорит некто, премудрость во внутреннейшая твоя. Притча 8, 12. Серахов 45, 31, 51, 18. Потому что вся слава дочери царя внутри, говорит другой, прилагая. Сие труд есть предо мною, доколе войду во святилище Божие. И в гору достояния, Псалом 67, 17. В готовое жилище, которое соделал ты, Господи, во святыни, которые уготовали руки твои. Желающий истинно отречься от мира, да подражает блаженному пророку Елисею, ни одной вещи из имения своих с собой не взявшему, по великой, как пламенем распалявшей его любви к Богу. Все, что есть у него, пусть раздаст он нуждающимся, и подъяв таким образом крест Господень, да течет произволением на вольную смерть, виновницу вечного царствия. Когда восчувствуешь, что Амарей возмогает на тебя, как дуб в тебе, прилежно молись Господу, да и сушит он плод его сверху, то есть делом совершаемый грех, и корни его снизу, то есть нечистые помыслы. И да, отгонит Господь Амарея от лица твоего. Не следует чудиться, когда увидите посмевающихся безмолвию нашему, потому что сами не могут безмолвствовать. Лучше пением отразите дурное от них впечатление, однако же без злопамятства, восставляя в себе большее Богу повиновение ваше и взывая в пении. Лучше Богу повинуйся душа моя, ибо вместо, чтобы любить меня, оболгали меня, я же молился, Солом 184, об исцелении меня самого и их. 95. Если не дохнет на море сильный ветер, не появится волнение, и если не нападет на нас бес, не взволнуется страстями ни душа, ни тело. Если ты всегда бываешь согреваем молитвой и божественной благодатью, то, как говорит божественное Писание, ты облечен во оружие света. Твое одеяние тепло, враги твои облечены, как в двойную одежду, стыд и дрожание от холода. Держа памятование о своих погрешениях, не ленись ударять в перси свои, чтобы такими ударами разбить и умягчить окаменелое сердце, как каменщики разбивают металлоносную почву, и обретешь в нем жилу золота и возрадуешься о сокровенном сокровище. Огонь желания высших благ и святого богомыслия о словесах духа догорит непрестанно на жертвеннике души твоей. Если всегда будешь стараться обувать ноги в готовность благовествовать мир, то всеконечно устроишь добрый свой собственный дом и дом ближнего твоего. Если же возмолодушествуешь при встрече неприятностей, то оплеван будешь невидимо, и по закону наследуешь имя Разутова от сапог. Старозаконие 25.9. 100. Если по Иоанну Бог есть любовь, то любящий в Боге пребывает и Бог в нем. Кто же ненавидит ближнего в разрыве союза любви, тот, очевидно, вместо любви восприял ненависть. Ненавидящий же однородного себе далеко отстоит от Бога. Если Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем пребывает, ему слава и держава вовеки. Аминь. Страница 103. Третий том добротолюбия. Блаженный Авва Зосима Палестинский. Краткие сведения о нем. Древний латинский переводчик собеседований преподобного Зосимы такое предисловие предпосылает им. Высоко ставлю и ценил собеседование эти по причине ясно излагаемого в них истинного свойства аскетических подвигов, по причине обильного помазания духовного, которым они пропитаны, и сладчайшего благоухания святыни, имя издаваемого. Ничего так охотно я не списывал, ничего не переводил я с таким услаждением сердечным. Что и заставило меня исследовать, кто такой был автор их, и в какое время процветал, так как то и другое не было определенно известно. В собеседовании всех не слишком много сохранилось. Их, как видно, записывал некий усердный слушатель, как принимал из уст преклонного летами старца во время многолетнего своего пребывания в иночестве, прошедшего все степени христианского совершенства, и востекшего на самый верх святыни доступной смертному человечеству при помощи божественной благодати. Автор собеседования именуется блаженным Аввою Зосимою. А записыватели намекаются только, что он был один из всегдашних его слушателей, и, вероятно, брат той обители, в которой жил Авво Зосима при Иордане. Но кто же сей блаженный Авво Зосима? После долгого и старательного об этом изыскания, вот на чем, наконец, остановилось мое мнение, что автор наших собеседований есть тот самый славный Зосима, который свыше избран был для услышания об образе жизни святой покаянницы Марии Египетской из уст ее самой, и для напутствования и погребения сей преподобной матери. Подтверждает он такое мнение свое тем, что некоторые обстоятельства жизни Аввы Зосимы, извлекающего настоящее наставление, сходны с обстоятельствами жизни Аввы Зосимы, видевшего святую Марию Египетскую и рассказавшего о ней. В сказании о жизни святой Марии Египетской говорится, что Авва Зосима, с юных лет поступив в некий монастырь, прожил в нем 53 года, потом, по особому внушению свыше, перешел в один из монастырей при Иорданских и оттуда уже, исходя, видел святую Марию. И в настоящих собеседованиях поминается, что изрекавший их Авва Зосима прежде жил в некоем монастыре в Тире, потом, в собеседовании сии дают видеть его в Неаполе, в Самарии проходом. И, наконец, в обители святого Герасима. Последние указания, очевидно, истолковывают первые. В сказании о святой Марии Абаве Зосиме говорится, что он был богат опытностью духовной, и что потому к нему обращались за советом многие, не только из своего монастыря, но и из других, ближних и дальних. Видно, что он не любил писать, а только говорил. И о святой Марии сказания не написал он, а передал устно, как оно осталось среди братьев, пока святой Сафроний не предал его письмени. Что таков же был и изрекатель настоящих наставлений, доказывает самый образ изложения их. Его спрашивали, и он говорил. Двадцать девятое собеседование его ведется в обители святого Герасима. Можно допустить, что и другие все слышаны тут же и записаны каким-либо из ближайших его учеников. Ава Зосима, изрекатель наставлений, любящий приводить отеческие изречения, приводит все древнейших старцев, и при том так, что память о них тогда была еще свежа. Это указывает на конец четвертого и начало пятого века. Наконец, что Мария Египетская почила около 430 года. Ава Зосима перешел в обитель Приорданскую, можно положить, лет семидесяти. В обители сей ему пришлось прожить лет тридцать, ибо он почил ста лет. Для того, кто жил в первой половине пятого века, изречения старцев века четвертого могли быть свежи. Такие наведения, с которыми следует согласиться, определяя автора собеседования, определяет и время их происхождения, и то, как они произошли. Ава говорил, любящий духовное назидание, ученик записывал. Так все собеседования начинаются. Говорил, или сказал, или рассказывал Ава Зосима. Можно не сомневаться, что собеседование, как было много держано, так много было и записано. Настоящее собеседование представляется отрывком, который виден был и читан Иоанном Мосхом, составителем луга духовного, Лимонаря. Память преподобного Зосимы 4 апреля. В патрологии издания мини собеседования сии помещены в 78 томе. Есть они и в рукописном потеряке, из обители святого Савву Палестинского, и помещены в конце первой главы в виде прибавления. Блаженного Ава Зосимы собеседования Положив крестное знамение на уста, Блаженный Зосима начал говорить так. «Бог, Слово, воплотившись, великую даровал благодать уверовавшим и верующим в Него. Можно и в наше время уверовать, и начать это отныне, если желаем. Ибо если произволение нашего желает, и благодать повоздействует, то всякому желающему можно ни во что вменить весь мир». Потом он взял, что попалось под руку, кажется, соломинку или дощепочку, или другое, что ничтожно, и прибавил. Кто из-за этого станет брониться или спорить, злопамятствовать или убивать все скорби, кроме разве того, кто поистине потерял ум? Человек ли Божий, преуспевающий, впередне простирающийся в жизни по Богу, не будет всего мира иметь наравне с этой соломинкой, и хотя бы действительно он обладал всем? Ибо, как я всегда говорю, не иметь вредно, а иметь с пристрастием. Кто не знает, что из всего, что имеем, ничего нет дороже для нас тела? Итак, если когда время потребует, мы имеем повеление пренебречь даже телом, не тем ли более тем, что есть у нас, кроме Его? Впрочем, не следует просто и как ни попало разбрасывать свои вещи, как не следует и самого себя без разбора бросать на смерть, ибо так действовать свойственно только потерявшему ум. Но надо бы наожидать, когда потребует того время, чтобы тогда быть готовыми на такое дело. При этом припоминал он о брате, имевшем овощи, и говорил, не сеял ли он, не трудился ли, не возвращал ли, не удобрял, но не вырывал их без разбора и не бросал, а только имел их так, как бы не имел. Почему всегда, когда пришел к нему один старец с намерением испытать его и начал истреблять их, он даже не показался ему, а спрятался, и когда уже остался один корень, сказал ему, если желаешь, отче, оставь это и сделаем из того угощение. Из этого старец святой узнал, что он есть истинный раб Божий, а не раб овощей, и говорит ему, Дух Божий почил в тебе, братья, если бы он имел овощи с пристрастием, то часа обнаружил бы это скорби и смущением. Но он показал, что имел их так, как бы не имел. И заключил Абва Зосима. Бесы замечают такие случаи. Если видят, что кто-нибудь бесстрастно относится к вещам, не тревожа с потерей их, то уразумевают из этого, что он ходит по земле, но не имеет в себе мудрования земного. В устремлениях произволения вся сила. Горячее произволение в один час может принести Богу более благоугодного ему, нежели труды долгого времени без него. Произволение вялое и ленивое бездейственно. Бесы боятся, если увидят, что кто-нибудь, будучи подвергаем оскорблению, бесчестию, ущербам и всяким другим неприятностям, скорбит не о том, что подвергся сему, но о том, что подвергшись, не перенес того мужественно, ибо уразумевает из этого, что он вступил на истинный путь и имеет твердое желание ходить в совершенстве по заповедям Божьим. При этом Алва Зосима вспомнил о святом Пахомии, как поступил он, когда старший брат его укорил, его говоря, перестань, увлекаясь тщеславием, расширять монастырь. Святой Пахомий делал это по данному свыше повелению. Почему, когда услышал это, то как за доброе дело стоя почувствовал движение негодования. Однако ж ничего не сказал брату против в то время, когда же настала ночь, и неприятное движение сердца улеглось, он, вошедший в малую молитвенницу свою, начал плакать и молиться, говоря, «О Боже, во мне все еще мудрование плотское, все еще живу я по плоти, увы мне, как таковой имеет умереть по Писанию». После таких подвигов, после такого уготования сердца, опять гневом увлекаюсь, хоть и за добро. «Помилуй меня, Господи, да не погибну до конца, ибо если ты не утвердишь меня совершенно в добре, и враг найдет во мне свою часть, хоть самую малую, я буду пленником его. И кто весь закон соблюдет, а согрешит в одном, повинен во всем. Но веруя, что если ты по великим щедротам своим поможешь мне, то я научусь, наконец, шествовать путем святых твоих, всегда вперед не простираясь, и посоромлю, как следует, самого врага. Иначе как же, Господи, буду я учить тех, кого призовешь ты вместе со мною, проводить жизнь эту, если сам прежде не побежду себя и врага?» В такой молитве пробыл он всю ночь. Такие с плачем говорил слова, пока настал день, и от пота его под ногами его образовалось болото, потому что время было жатвенное, и место то очень знойно. «Удивляясь этому», — сказал блаженный Зосима, «его слезы не знали меры. Как же Бог не дарует такому горячему произволению всяких благ у него испрашиваемых, когда оно для всего мертво, кроме этого?» Говорил еще Ава Зосима, когда кто, приведший на мысль оскорбившего его или вред ему причинившего, или поносившего и оклеветавшего, или другое какое зло ему сделавшего, спитает замыслы против него, то он сам на себя наветует, подобно бесам. И тогда для навета на него достаточно его самого. И что я говорю, когда спитает замыслы? Если не воспоминает о нем, как о благодетели и враче, то крайне неправо к нему относится, ибо он вызывает наружу ту страсть, какую ты болишь, чтобы уврачевать ее. И ты должен потому вспоминать о нем, как о враче, послан тебе от Христа. Ради Христа должно тебе перенесть все в благодарность Ему за такое благодеяние. Если же ты не воспользуешься этим, как должно, и не отстанешь от злой страсти своей, не Господь Бог виновен в этом. То самое, что ты страдаешь, есть признак, что душа твоя больна. Если б ты не был болен, то и не страдал бы. Поэтому должен ты благодарен быть брату за то, что через него узнал ты ход болезни своей. И ты, и то, что ты от него потерпел, с любовью принять, как целительное врачевство, постное самого Господа Иисуса. Если же не только не благодаришь, но оскорбляешься, восстаешь против, жалуешься и сплетаешь замыслы против Него, то ты через то говоришь, как бы Господу Иисусу, не хочу быть уврачеван тобою, не хочу принимать врачевства твои, хочу изгнить в ранах моих, хочу быть послушан бесом. Не знаю, Господа, и кто Он есть, чтобы мне послушаться глаза Его. Исход 5.2 И что, наконец, сделает Господь? Господь, будучи благ нашим худостям, дал нам заповеди к уврачеванию, как прижигание и чистительное. Почему, кто хочет и ищет его врачевать, тому необходимо претерпевать, что налагает на него врач с молчанием, хотя и болезненным. Ведь и больной телом не сладким почитает терпеть сечение и прижигание, или принимать чистительное. Но убежден, будучи, что без этого невозможно избавиться от болезни, отдает себя в руки врача с уверенностью, что через эту малую, предлежавшую ему боль, избавиться от сильного внутреннего расстройства и долговременной болезни. Прижигатель же Иисус. Христов есть тот, кто причиняет обиды и вред. 5. Уничтожь искушение и помыслы, и не будет ни одного святого. Бегущий от искушения спасительного бежит от вечной жизни. Некто из святых и говорит, кто доставил святым мученикам венцы те, если не мучители их? Кто даровал святому Стефану такую, окружающую его славу, если не те, которые побили его камнями? Прилагая к этому изречение и другого святого, который говорил, я не виню поносящих меня, а напротив называя их и почитая своими благодетелями, и не отрывая врача душ, подающего с тщеславной душе моей врачество бесчестия, боясь, как бы он некогда не сказал о моей душе. Врачевал Вавилон и не исцелел. Иеремия 51.9 И опять Сколько раз хотел я собрать детей моих, как птица собирает птенцов под крылья, и не захотели. Все, оставляется вам дом ваш пуст. Евагрий боялся, чтобы Господь, укоряя его, не сказал ему, «Ты болел с тщеславием, и я навел на тебя врачество бесчестия, чтобы ты через то очистился, но ты не уврачевался. Да ведаем же, что никто не говорит о нас прямой истиной, кроме того, кто укоряет нас. Господь, испытующий сердца и утробы, ведает, что хотя бы все люди хвалили и ублажали нас. Наша все тем не менее достойна укора и стыда, плеваний. Если скажут, «Ты то и то сделал», я отвечу, «Но что же из всего моего хорошо?» Никто не говорит о мне лжи, кроме хвалящих и ублажающих меня. И никто не говорит о мне истины, кроме укоряющих и уничижающих меня. И они не все еще обо мне истину говорят. Если б пришлось им узнать, не говорю, все море моих злых дел.